всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут юля это видео будет я думала писать его для спонсоров но спонсор и так в курсе моего настроения так думаю давайте поговорим немного войне да вы не любите эту тему знаете я тоже не очень но последние дни или просто уже знаете как это сказать под накопилось надо поделиться зафиксировать для истории все мы в курсе что психика человека память так устроена что у тебя должны сильно очень плохо сделать лично сильно плохо кто-то должен сделать чтобы ты на всю жизнь запомнила помнила сделала выводы и максимально уходила как только видишь где-то там на горизонте маячит очередной пипец назовем его пипцом так мы выживаем королеву викторию кто из подписчиков кому сильно интересно скажу что сейчас уже девяносто шесть процентов это видео выйдет раньше чем отчет по самой работе в общем несколько дней даже нет не я наверное неделю это первое видео которое я снимаю я бы еще не снимала но сегодня был яркий вечер подведу вас к теме почему же я решила все таки снять во первых потому что я имела неосторожность в шорт снять видео уголка себе прямо палец как я жарю рыбу и на этапе съемки этого видео там такой был огроменный кусок рыбы больше чем моя ладонь если что я перчатки нашел м очку с qm ком зависимостью от материала в общем у меня небольшая рука и русский комментатор а нет как сказал влад зарубежный комментатор это я вам отдельно расскажу этот полный пипец это мое оценочное мнение тоже такая ситуация да значит у меня сковородка 28 это рыба большая я снимаю с телефона и понимаю что люди не поймут что там сковородка 28 но не поймут это самая большая одна из самых больших распространенных сковородок которые могут встретиться у нас на кухнях у нас у девочек у мальчиков может быть и есть чаще встречается чем у нас у девочек ну короче вы мне поняли в общем говоря 939 цвет найти где-нибудь его надыбать в общем говоря и я взяла и так вот рукой возле рыбы но чтобы было понятно масштаб рыбехи и тут конечно же пришел комментарий что конечно надо было обязательно показать свой маникюр с флагом своей стране я так понимаю что у кого-то нервы уже расшатаны и все-таки это работает значит все таки не ошиблась и это работает и окей я буду знать не скоро кстати на маникюр сегодня 19 число ладно 20 уже после 12 так вот после этого комментария думала у меня просто как бы не было настроение снимать я сейчас сделать поближе как вы любите и почему не хотела снимать но потому что уже полгода идет война на прошлой неделе российская федерация выпустила ракеты по кривому рогу и пробила дамбу там река поднялась уровень реки все такое если вы еще не в курсе то я вам скажу что я живу в городе киеве и у нас тоже есть дамбу только не такая как в кривом роге а очень-очень большая дамбу и знаете что что должны сделать правительство города они не должны тебя предупредить что есть вдруг будет удар ракетой по киевскому морю по киевской дамбе какие будут какие могут быть последствия ну в общем если что в среднем за 7 12 минут я должна подняться на максимальную высоту которую я могу подняться по большому счету это пятый этаж пятиэтажки вот так вот то есть недостаточно российской федерации что они богат все города не только военные объекты не только то точными ракет высокоточными ракетами которые у вас уже нету так вот так надо еще вот уже переходить на уровень плинтуса и тупо бомбить а.с. т.д. свет надо выключить надо им выключить свет показать кто кто в семье дебил нас же там рассказывали полгода назад что мы там братья сестры и все такое ну раз мы братья сестры то значит российская федерация в этой семье дебил это моё оценочное мнение честно говоря я не перед кем собираюсь извиняться значит ты сидишь смотришь три дня вот эти вот новости мониторишь предупреждение которые приходят и по ним и есть такой момент допустим в магии в моем районе например на моей улице что они конечно написать написали но с учетом ли того что например у нас есть возле моего дома через дорогу от меня небольшая друга короче стоит озеро радунка и за ним находится железнодорожное полотно из и в черте этого железного железнодорожного полотна что есть обычно людей правильно дачно-садовые участки они такими были когда я еще училась в школе но на сегодняшний момент там вообще ни разу удачи чуть-чуть трансформировались как вы понимаете там стоят уже двух трехэтажные дома по сути из исторических своих познаний лучше бы я этого не знала но в общем по моему в семидесятом году было затопление данных данного участка где были дачи и но там смыло тупо все уровень воды поднялся до уровня асфальта который есть сейчас то есть есть углубление все оно должно работать и ты сидишь и думаешь они в курсе что там куча двух трех этажных домов они кирпичные это стационарные строение ну то есть вода конечно их может снести но не так быстро как бы она допустим несла там ну легкого строения домики на то есть заполняемость явно будет выше и думаешь ну капец параллельно все идет нормально вышивает мужчина влад большой тебе привет я знаю что ты смотришь думать и будет приятно слышать в общем влада выходит новый тэг но как сказать новый тоже мне я даже я даже восхитилась этой многоходовка его так сказал значит буквально на позапрошлой неделе мне был эфир и я отвечала на тэг украинского блогера который пожелал остаться неизвестным то есть при желании вы сможете найти сам автор просил чтобы его не озвучивали имя так как так как она не хочет чтобы на ее канале появились много подписчиков с которыми она не знакома будем уважать ее значит желание все еще потому что по-другому как бы не получилось сообщение чтобы я афишировала авторство я с удовольствием это сделаю но не в этом дело дело в том что этот тэг был написан на украинский мови я на украинский мови вид повидала на цей тэг с разумилась я и инфобокс запомнивала украинского то есть я все то есть название тэга вопросы тэга все тэги которые технически приписываются то есть оформление техническое оформление видео шло ровно на украинском языке ясное дело что у всех присутствуют google переводчик и я так поняла что влад перевел просто тэг я не против но я даже я не сразу даже поняла что он это сделал а потом думаю но послушаю что там за тэг а потом уже на первых буквально словах я понимаю что тэг на который отвечал просто это русский вариант сейчас будет то есть на русскоязычный вы меня поняли и честно говоря я в жизни не думала что нас так высоко завуалирует что это тэг зарубежного блогера с другой стороны я не обижаюсь это правильное мышление это правильная оценка реальности по сути но если сильно надо придолбаться да типа и там не спалиться и здесь как бы ну а что ты можешь приписать человеку ну типа чуть-то ты мне зарубежным назвал но она так и есть в общем зарубежный блогер я конечно не могла промолчать девочки ну конечно же не могла я написала что авторство принадлежит украинскому блогеру но имя я не могу сообщить вот и имя я не сообщила но указала он сказал что он поправит информацию в инфобоксе но обычно ее никто не читает ну господи просто я неплохо я бы я плохо не отношусь к владу человек да человек себе да то есть не подумайте что я тут значит и решила что все я ненавижу русских до нескончания веков не в этом дело дело в том что как сказал влад зарубежные блогеры но с уважением знаете потому что почему я вам скажу почему я конечно ногти крашу для того чтобы особо нервных побеспокоить я не буду это скрывать а что тут такого я не говорю что россия плохая страна что русский народ плохой или еще что-то просто крашу ногти в тот цвет который я хочу и если это кого-то задевает то как всегда это проблемы только того человека который решил что его это задевает работайте над своей стрессоустойчивостью ну так короче говоря нельзя не отметить то что в ссу военные военные службы это регулярно армия украины сокращенно продолжает наступать то есть отбили харьковскую область россия отвезла свои ракеты чуть подальше теперь город харьков раньше не там салтовку фигачили ракетами куда куда не попадя сейчас из-за того что им пришлось поменять дислокацию ударов ракет так нам говорят военкоры российской федерации да я предпоследствовать смотрю это тоже и сейчас мы еще перейдем к тому что я еще смотрю так вот значит теперь другую часть харькова не бьют мозга 0 что поделаешь особенно порадовала открытая уже никто не скрывает что российская федерация развела здесь войну в украине напала на украину атакует украину военным и любым другим способом чтобы украина стала ее колонией по примеру советского союза ну хорошо хоть через полгода хоть у кого-то хватило мозга там конечно единичные эти случаи но от кого они звучат от кого депутатов федерального собрания то есть это не местные депутаты это вот те самые-самые депутаты которые пишут законы страны ну наконец-то информация прозвучала ну до народу она еще не дошла не докатилась потому что народ уже подустал от этого дерьма которая льется стерика и и все смотрит и как-то говорится какой смысл отслеживать какие законы принимаются в твоей стране есть они не работают ни на половину не работают ни на четверть не работают они работают вообще или работают только те которые могут притеснить твое право как гражданина стороны как носителя единственного носителя власти в этой стране в этом наша конституция с российской федерации очень похожи во всяком случае там записано что носителем власти в стране является народ народу это видимо не сильно интересно и вот пока значит один распинается рассказывает о том что мы такие дожмем украину она станет нашей колонии канале в общем другие получают женщины мамы их жены получают свидетельство о смерти своих сыновей своего мужа брата отца может кто-то там мои дедушки я уже не вникал смотрю на этих женщин они сидят пришли за этими конченными медалями чтоб они подавилась это правительство этими медалями сидят и плачут что им там те медаль кому нужны эти вонючие медали там даже металл дешевый но не в этом дело дело в том что вот насколько состоит вот это вот медаль из чего так вот оценивают жизнь человека в этой стране а для каждой из них она больше не увидит своего родного человека и даже если это был бывший муж бывает же так что уже человека родители умерли вот она даже после развода единственный человек которая не может отказаться особенно если дети и не забрать в кавычках очень никому не нужна медаль ведь детям нужны отцы братья женщина не может воспитать нормально мужика не может она может очень стараться говорить что она лучше всех и все такое пацанов должны растить пацаны вот сидят они там стоят плачут получают вот это вот дерьмо в руки и мне их очень жалко очень жалко как по-человечески просто то что знаете ли российская федерация напала на мою страну я очень злюсь и я могу вам признаться честно что я тупо проклинаю всех детей путина мне интересно где прекрасные детки вот этой вот маргариты симонян прекрасная вот этой вот скобеевой я хочу чтобы эти тетки жили но только увидели как умирает их дети вот так вот чик и все вы можете меня обвинять во многом что юля ты не можешь так рассуждать почему не могу так рассуждать я могу я не взрослым чтобы взрослые их уже этих людей и мне кажется как-то мозг по-другому не вылечить только смертью или детей и когда вот я сижу целую неделю других новостей нету понимаете нету ты сидишь и ждешь что какой-то дебил видео путина втором маразматика это единственный человек у которому очень много лет и которому не то что уважение нету ну я его ненавижу я его ненавижу ненавижу его детей его внуков и пусть они тоже сдохнут я так да вот мне писать юля вот ты вот сейчас такое говоришь вот именно из этого тебе нету детей ну если вы хотите меня типа этим как-то ужалить нет это аргумент этот аргумент не подходит у меня нету детей потому что я не хотел а когда захотела то сейчас надо над этим чуть чуть больше усилить чем просто естественный процесс так вот когда ты пытаешься продолжить жить как-то на работе не все хорошо ну то есть нормально еще не смертельно но уже есть моментики когда ты читаешь новости что у тебя там значит дамба может полететь ну потому что по-другому уже наклонить никак не может ты сидишь и думаешь по видео снимала не снимала а что мне сказать опять будет этот негатив опять все будут ныть мы сюда не за этим пришли так могут писать только те люди которые ни разу не не были под ракетными обстрелами которые ни разу не сидели у себя дома живя на первом этаже и не думали о том что в принципе может и хорошо что мне нету детей потому что я никому не должна денег если я вдруг умру то как бы хотя бы не будет проблем который который надо будет как-то решать моим родственникам когда мне каждый раз пишут что на канале что юля мы приходим к вам на канал за позитивом за этим знаете я не железный человек у меня тоже есть эмоции и насколько бы я не старалась работать над собой я работаю над собой я читаю литературу то у меня уже появились седые волосы спасибо знаю кому да сказать вот мне иногда когда пишут такие сообщения мне очень хочется чтобы этого человека хотя бы просто и включили на полчаса на всю ее улицу под ее домом сирену воздушную сирену чтобы она понимала что люди переживают как это давит на мозг но а в особо сложных случаях когда там уже и и цвет лака уже не такой знаете ли сирена плюс ракетные расстрелы не сторону чтобы человек понимал как это звучит чтобы следующий раз на такие глупости никто уже не писал это не потому что я желаю кому-то там смерти смысле подписчиков своих еще что-то нет я не желаю я желаю чтобы вы пережили мой опыт и перестали писать какую-то абсолютную ну дичь с моей стороны что что-то тебя никто не как бы не просит успокойте меня там пожалеете меня хотя мне на самом деле очень плохо очень мне не приносит радость уже вышивка у меня вот буквально на днях до должна стартовать новая работа у меня радости от этого нету ну нету это я уже такая типа ок ну будет следующая работа 14 числа будет выставка в городе киеве до военном киеве все еще будет выставка отдельных вышитых работ вышитых картин именно картин ничего более украинских дизайнеров именно тех картин которые ушла есть во время военных действий и у меня есть такие две работы скажите нормальный человек захочет иметь сюда в коллекции такие работа я думаю что нет да они красивые они прекрасные и все такое но если бы меня спросили хочешь ли ты иметь такие работы в своей коллекции я бы сказал что давайте лучше не надо лучше не надо вы думаете что у меня что-то дома случилось с родственниками но потому что я снова как в начале войны какие-то депрессивные такие видео нет слава богу со всеми все в порядке все живы все здоровы а некоторым так не повезло если вы смотрите других украинских дизайн блогеров до дизайнеров тоже из жены дизайнеры которые и снимают то знаете что повезло не всем так что семья осталась целый что никто не погиб мне пока везет мне приснился сон в день и знаете я даже не хочу заглядывать в гугл там sonic да что это означает думаю вы догадываетесь почему я реально не знаю я не особо увлекаюсь этой темы но я боюсь даже туда заглядывать потому что я всегда вижу сны цветные и бывает такое что некогда живи потому что это я понимаю что я это уже видела во сне и то есть нормально абсолютно ли но я уже к этому привыкла просто я не знаю что это почему-то не разбиралась короче мне это не просто не интересно я вот боюсь заглянуть и посмотреть что этот сон обозначает так вот последнюю неделю я помню этот сон очень очень детально короче не знаю сижу тут с вами вышиваю делаю это для того чтобы ну типа занять свой мозг но я же должна закончить типа я же планировала хотя знаете в одном месте эти планы но вроде мы договорились давайте о хорошем с оля и мы договорились оля это сейчас крестик и хвостик по моему канал называется я оставлю ссылочку отмечу и так вот чем мы договорились вроде как что мы будем когда у нас будет выставка это будет арт-кафе штук арт-кафе это кафе которое ты заходишь и можешь посидеть кроме если ты где-то из-под скатерти достанешь вышивку то особо людей вроде как не должны удивиться в этом кафе но в целом думаю да и я планирую выставка будет 14 октября октября это праздник сбройных сил украины ну типа нет это я не могу назвать аналогом 23 23 февраля потому что нет там просто бухают из-за того что типа день мужчины мне так кажется больше у нас все-таки это отмечается как день казачества вот и будет выставка все я уже наверно везде тоже спамила это целенаправленно что тут сказать я развесила везде где знала еще в вк только не закинула туда тоже надо мне не могу зайти я неделю не могу зайти не с ноутбука не с телефона вк не пускает мне надо было бы снять отчет сп больше чем просто большая здесь кстати тоже очень много вопросов может я сама себе придумываю накручиваю мне кажется что я уже устал от этого проекта от его видения по просмотрам там тоже очень мало а времени я трачу очень много когда собираю отчет но не только когда снимаю записываю видео еще перед этим тоже надо сделать работу и вот в таких грустненьких своих мыслях мне приходит еще одна очередная мысль что а зачем мне это сп больше чем просто большая я вышла в этом сп уже не одну работу и многие вышли сейчас я не чувствую какой-то силы поддержки от участников сп только Денис мне пишет только Денис мне пишет что Юля будет видеоотчет из побольше чем просто большая у него там такие хорошие продвижения я искренне рада за него действительно ну вот короче говоря а мысль все равно приходит Денис классно да Денис молодец но это единственный человек который в принципе интересуется сп больше чем просто большая я вот думаю нужно ли мне его продолжать вести потому что следующая работа у меня будет меньше чем по норме я могу сама себе разрешить вышивать там эту работу после нее будет тысячник это может быть сп больше чем просто большая но вообще-то я обещала Джулете грустить я сдержу свое слово если технически это будет возможно участвовать в сп тысяча и одна ночь но это будет еще точно не в этом году хотя начать можно но с другой стороны начать конечно можно было бы если бы было чем начать с другой стороны я жду West Middle Люду она нам должна подсуетить второй сэмплер Ukrainian Sampler сказал все-таки что будут две части ну парная работа да будут как раз она должна туда вставить все области которые Украины не вошли в первые варианты в первую часть сэмплера и кто бы что бы не говорил из хейтеров Донецк и Луганск Донбасс Донбассский бассейн туда тоже войдут это Украина было есть и будет Крым это отдельная тема вы скажете что это все политика могу с вами поспорить конечно же вы знаете я люблю что для меня в данной ситуации из последнего контекста является ну типа а-ля политика что-то в этом понимаешь ну например давайте возьмем учителей которые с Россией с Российской Федерации приехали в Украину учить в Херсон наших украинских детей которые с садика обучаются на украинской мове ну они значит решили что они приедут и будут учить детей по школьной программе Российской Федерации и украинские учителя которые поехали с радостью стажироваться в Российскую Федерацию чтобы преподавать программу Российской Федерации мне хочется вот их значит взяли там уже да арестовали и их будут судить и многие пишут что это неправильно это же учителя слава богу что на этом этапе они показали насколько они тупые потому что такие учителя они должны быть в школе как ты взрослый человек можешь поехать в другое государство и преподавать школьную программу другого государства на уровне что типа мы тут навсегда ну это просьба не путать с преподаванием иностранного языка еще чего-нибудь ну много надо мозга иметь я думаю что он отсутствует как выяснилось они документы не подписали то есть Российская Федерация сейчас вроде как морозится от них от этих учителей и от своих же с российским гражданством и те которые украинцы коллаборанты коллаборанты как по-новому звучало это слово в вышивке теперь так вот слава богу что эти люди спалились именно сейчас своей тупостью что они никогда больше в жизни не будут учить детей мне их не жалко здесь они или тупые или жизнью обиженные люди я не знаю я поверьте я их не оскорбляю потому что оскорбили они когда показали вот уровень этой тупости который происходит и писать там типа что это чьи-то мамы что это чьи-то жены ну надо было об этом подумать немного ранее не показывать что ну вот так вот хочется заработать денег да что перешагну все и даже детскую психику все еще рассказывают что у нас спасают от чего-то не знаю я за зеленского голосовала да он не идеальный человек он и не должен быть идеальным человеком он допускает ошибки это это нормально но во всяком случае хоть он никого не расстреливал с ракет в российской федерации правительство расстреливают соседнюю страну с ракет которые там у них советские уже пошли я там не слышала и так далее так вот сидишь и думаешь ну тебе надо вот эта вот вышивка какой в этом смысл ну какой в этом смысл то сидела вышивала любовалась получала удовольствие да в принципе цель была достигнута но в целом раньше мы переживали что наши вышивки повыкидывают нафиг наши дети и внуки ну теперь наверное стоит поменять немного категорию переживаний в категорию перенести что тут до внуков надо еще как бы дожить оказывается вот и уж тогда сказать им спокойно ты знаешь в 2021 я переживала что я старую старой ты найдешь мои вышивки они тебе не понравятся и ты их выкинешь на носом а в 2022 осень я сижу дома да хоть и полы ими мой мне уже все равно раньше как-то когда я разговаривала с вами может быть это ошибка что это в записи идет а не прямой эфир но реально когда в начале войны феврале я разговаривала с вами на трансляции мне как-то становилось легче потому что я понимала что я не одна это переживаю что нас много по разную сторону говорится у каждого все по-разному происходит и до сих пор происходит но сейчас уже начинается какой-то следующий этап этап когда напряжение уже у людей настолько большое что они друг на друга начинают не то чтобы бросаться но к тебе доклупывается вообще абсолютно по любому поводу уже русские тебя не трогают тебя начинают трогать патриотично настроен громадян будто не разговариваешь украинскую мову и одна причина почему я не перешла полностью на украинский язык не потому что чтобы сидеть на двух студиях это примитивное такое блин меня даже скраблять когда пишите такое ну ладно а потому что я знала что придет какая-нибудь там женщина и скажет что ты перезулась ты перезулась хотя у самой канал был на русском русском языке потом чик перестал быть стал украинскоязычным да но у нее она нормальная а я перезулась или там Люда перезулась или кто там перешел на украинский язык вот это перевзувахи кажется и мне хочется сказать такому человеку что ну обычно когда тебе приписывают что-то в чем ты явно был не задействован ты думаешь сначала лучше типа обидно да а потом такая не подождите на меня пытаться сейчас нависит ярлык этот ярлык откуда он взят давайте посмотрим по сторонам а это взято из личного опыта то есть человек уже возможно имеет какое-то экспертное мнение когда он заявляет что ты перевзулся или переобулся вот это вот типа ага значит есть какие-то критерии у нее уже в голове значит она проворачивает то есть у нее есть личный опыт когда человек переозувался когда человек обманывал ее она велась там еще что-то ну вот такого плана а я по-другому это воспринимаю ну то есть во-первых человек может поменять мнение боже мой это типа приходит уходит потому что есть номер во-вторых если я вижу что человек там в воздухе переобувается да в воздухе там на ламинате на асфальте где ему удобно в носках без носковой тоже детали но мне лично нет а другим людям да и я просто мне интересно что он будет делать дальше как будут дальше развиваться события но при этом я не буду говорить что ах ты скотина переобулась там в воздухе или там на лавку села и там сандалии на кроссовке меняешь нет потому что надо же еще посмотреть качество как это сделано изящно или не очень меня это меня это больше интересует а не сообщить человеку что ну и испортить себе всю картину так бы как только я сообщаю человеку что он переобулся он замирает и перестает дышать даже честно говоря мне как зрителю это уже не интересно и петлевому мозгу моему тоже это не интересно поэтому я никогда не сообщаю людям что они переобулись резко поменяли свое мнение или еще что-то в этом роде когда это эти движения не наносит ущерб обществу или же конкретному сообществу то я не буду об этом выйти если да то да я не считаю что люди которые вели канал на русском языке и тут перешли на украинский за собой смотрите в свои там ниточки иголочки и как вы снимаете контент как часто вы его делаете насколько он качественный во всех смыслах сядьте как блогер нормальный и попробуйте снять три видео в неделю три не два не одно не на час не на десять минут а три средне полномерных видео вышить под эти видео конкретные объемы и и только после этого да вам вы будете настолько уставшие задолбанные что еще бегать где-то и кому-то рассказывать или особенно на своем канале рассказывать что кто-то там переобулся или не очень или сандалии не того цвета а может и каблук какой каблук во время войны хотя я видела женщины ходят так вот а времени у вас на это не останется и ты сидишь и думаешь то ли ей скучно то ли она злится что у нее не развивается канал то ли у нее проблемы дома и тебе даже такого человека жалко я стараюсь никого не оскорблять потому что у меня во-первых нету времени я только отвечаю обычно в ракурсе поставленного вопроса звучит ответ в целом мне есть чем заниматься на канале у меня есть всегда есть желание поделиться новыми каналами у меня есть одна идея я это сделаю для этого надо время но я это сделала как только мы переедем в новый офис да в новый офис меньшего размера но ничего там будет розовые стены зато надо позитивно мыслить из голубых стен которые шли к моим глазам я перееду в девчачьи розовые но они будут оставаться розовыми ровно до того момента пока мы не решим их покрасить это быстро короче короче говорим вы поняли я не всегда бываю веселой саркастичным да я тоже человек я тоже женщина я могу обижаться я же не должна все время как-то я доктор хаус я сейчас буду раскручивать подкручивать сюжетную линию хотя это хороший защитный рефлекс очень хороший если ему научиться то все становится намного попроще и ты думаешь господи не буду тратить на это время еще еще вот это я не сидела не обижалась не грустила по пустячкам не дарила кому-нибудь грязные победы ну типа если ты среагировал на какую-то колкость все человек который тебя подколол все ага вот я ее зацепила там не то чтобы полные штаны радости и счастья но приятно тоже может быть но есть у людей стиль такой знаете не минуты радости если кого-то не написал и не разматерил так что вот так вот спасибо что были со мной пишите в комментариях как ваши дела делитесь не стесняйтесь а я буду продолжать вышивать викторию я тут добила свои одиночки наконец-то и вот сейчас буду тут вот ходить с лесенками и вышивать как взрослая по тысяче по две крестиков ха-ха-ха ну извините меня что я была такая скучная сегодня а возможно вы до этого места уже не досмотрели ну вдруг если вы еще не подписаны подписывайтесь большой большой привет моим спонсорам канала приходите еще приходите еще у нас все вот вот я есть это